Девушки отдыхают 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 Погибшего звали Александр. 18-летний студент второго курса пришел на занятия заранее, хотя по расписанию первой пары не было. Что произошло? Скорее всего, что-то летом произошло, чтобы человек просто выпрыгнул из окна. Преподаватели говорят, Саша был талантливым и перспективным студентом, преуспевал по всем дисциплинам и подавал большие надежды. При том, что он учился на немецко-техническом факультете, институте, то есть они учатся на ИКСЕ, но параллельно у них еще занятия дополнительные по углубленному изучению немецкого языка. И так как наш институт очень хорошо сотрудничает с немецкими вузами, то у него были большие шансы попасть учиться в Германию. Сотрудники полиции опрашивают друзей и сокурсников Александра, хотя все указывает на самоубийство. Все обстоятельства гибели установит следствие. Родным и близким Александра команда Седьмого канала выражает свои соболезнования. Второе громкое происшествие за этот понедельник. 26-летняя девушка попала под 18-тонный вагон буквально из выхода на выходе из своего дома. Сейчас за жизнь пострадавшей борются врачи. Подробности утреннего происшествия смотрите далее в сюжете моего коллеги Сергея Бандура. Напротив одного из корпусов Одесского Медина многолюдно. Студенты обговаривают минувшие выходные перед парами и даже не догадываются, что буквально час назад на этом самом месте произошла трагедия. Попала под трамвай. Утро понедельника на углу улиц Новосельского Пастера началось с кровавого инцидента. Подъехавши по 28-му маршруту вагон попала девушка-пешеход. Пострадавшая выжила, но с места ее забрали в тяжелом состоянии. После того, как несчастную достали из-под многотонного вагона, скорая увезла ее в 11-ю горбольницу. Предварительный диагноз звучит как приговор. Механическая ампутация обеих ног. Происшествие оперативно прокомментировали в горэлектротрансе. Директор КП Дмитрий Жеман, сильно переживая, рассказывает подробности трагедии. Немного не доезжая до улицы Старопорта-Франковской, был совершен наезд вагоном на пешехода, который выскочил в неустановленном месте на обособенном пути под это колесо вагона. По версии безопасников КП, девушка выскочила из-за припаркованной машины на рельсы на перерез трамваю, а вагоновожатый не успел остановиться. Правда, по словам ряда очевидцев, пострадавшая шла вдоль путей, говорила по телефону, а при приближении вагона испугалась и, споткнувшись, оказалась под колесами. Около девяти часов на улице Пастера водитель трамвая совершил наезд на женщину-пешехода, которая, по предварительной информации, шла вдоль трамвайных путей и упала под колеса рельсового транспорта. Как именно развивались события этим утром, сейчас разбирается следствие. А вот что есть по факту. Водителя трамвая с 17-летним стажем уже от работы отстранили. Пострадавшей девушке одну ногу ампутировали, вторую все же пытаются спасти. Это в ее 26 лет. Сергей Бандур, Валентин Мирза, 7 канал. Еще одно громкое происшествие. На активистку Алину Подолянку напал неизвестный мужчина средь бела дня. Это произошло на пересечении улиц Канатной и Успенской. Сейчас с нами на связи находится наш корреспондент Назар Бурхан. Назар, здравствуй. Расскажи, что тебе известно к этому часу? Студия, здравствуйте. Сейчас мы находимся на территории 11-й городской больницы, куда привезли потерпевшую. Как рассказывает Алина, она шла по центру города, по улице Канатной. И где-то в районе Успенской неизвестный мужчина со спины напал на нее. Он стал бить ее то ли кулаком, то ли неизвестным предметом. Она этого не помнит. Несколько раз он ударил ее по голове, после чего она упала. Тем самым еще разбив голову об здание, которое находилось рядом, и стал бежать. Его догнал и задержал мужчину, который шел по встрече, и спросил, зачем ты это делаешь? И на что ответил нападавший. Она сама знает, она это заслужила. Он вырвался из рук прохожего и дальше убежал. Сейчас Алину привезли в больницу, и медики предоставляют ей первую медицинскую помощь. На этом у меня... Скажи, пожалуйста, известно ли тебе, в каком сейчас состоянии Алина? К сожалению, нам этого сейчас неизвестно. Вот единственный факт, что мы знаем, ей сделали снимок головы. Вот и все. Подробности уже будут завтра. Спасибо большое за работу. Я напомню, это был наш корреспондент Назар Бурхан по телефонной связи. Сейчас он находится в больницу, куда привезли активистку Алину Подолянку. На нее напал мужчина. Во всеукраинском объединении «Свобода» пообещали в ближайшее время предоставить документальные доказательства незаконности строительства дома компании «Гефест» в парке на пятой станции. Такое заявление активисты опубликовали на своей странице в Facebook. Общественники не отступят перед физическими угрозами и информационным давлением бизнес-партнеров Геннадия Труханова. По их словам, городской глава не может смириться с борьбой против застройки парка, школы и детского сада. Вони не могут дозволить, чтобы мы боролись с строительной компанией, которая построит многоповерховки территорию, что визначена сессией Одесской городской области в 2009 году парковой зоной. Только через 6 лет эта территория была выведена с перелеку таких зон внаслідок коррупционной измоги коррестувачей земли, влады и той самой компании. Заказные статьи, дискредитирующие всеукраинское объединение «Свобода», активисты назвали защитной стратегией коррупционеров в информационной войне. Это только укрепляет общественный протест, заявили они. Второго подозреваемого в нападении на Романа Варшинидзе, журналиста газеты «Наднестрянская правда», отпустили из СИЗО под домашний арест. Такую меру пресечения избрал Одесский апелляционный суд. Первый злоумышленник также находится дома. Напомню, 25 августа двое жителей Черноморска напали на Романа Варшинидзе, его избивали железной и деревянными палками. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами и сломанным ребром. Сам потерпевший связывает происшествие с профессиональной деятельностью. Я надеюсь, что эти не избегут наказания. Все-таки мы на месте практически всех поймали, и машина, все есть, и там куча свидетельств, и палку не эту потеряли. То есть как бы ни их, ни день был это, скорее всего. Мне, конечно, будет жаль, если мы не выйдем на заказчиков. Очень бы хотелось, чтобы мы вышли на заказчиков. Пока они молчат. Они пока назвали только того, кто организатор этого всего, с Черноморска тоже Николая Белой. Начато уголовное производство, мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы. 121 куст марихуаны высотой больше двух метров изъяли правоохранители в ходе проверки в Ренийском районе Одесской области. Сотрудники отдела противодействия наркопреступности выявили плантацию растений рода конопли среди растущего вдоль берега озера Кагулка мыша. Там и обнаружили четыре земельных участка с незаконными кустами. Мы находимся здесь с следственно-оперативной группой Ренийского отделения полиции, Главного управления национальной полиции в Одесской области, которые осуществляют документирование незаконного посева. Растения выкопают и доставят на экспертизу. Сейчас следствие устанавливает личности, причастных к незаконному выращиванию наркосодержащих культур. Погулял на выход. Председатель УГА Максим Степанов поднял вопрос об увольнении начальника управления Госпотребслужбы Владислава Чабана. Тот должен был доложить об итогах работы своего ведомства, но не явился на аппаратное совещание. По словам заместителей, Чабан попросту отказался от доклада. Почему он сбежал, я не знаю. Ну вот, выясним. Но, естественно, это абсолютно недопустимые вещи. И я практически уверен, что этот человек не будет работать на этой должности. Напомню, в пятницу 8 сентября по подозрению в получении взятки попался начальник управления молодежной политики и спорта УГА Вячеслав Березуцкий. Сейчас он находится в изоляторе. Следствие продолжается. Ремонтные работы под Пересыпским мостом вышли на новую фазу. А это значит, что одесситов, пользующихся транспортной развязкой, опять возникнут серьезные трудности по пути на работу и домой. Добро пожаловать в электротранспортную изоляцию. С сегодняшнего дня крупнейший спальный район Одессы, Суворовский, отрезан от остальной части города. Ну как отрезан? С поселка не будут ходить трамваи. Из-за реконструкции сегодняшнего дня перестали ходить трамваи номер 1, 6 и 7. Правда, часть вагонов первого маршрута будут курсировать от Лузановки до Центролита. Частично компенсировать нехватку электротранспорта должны дополнительные маршрутные автобусы, а вот движение трамваев восстановят только после завершения работ под мостом. По самым скромным подсчетам самих рабочих ждать придется минимум до конца сентября. Как показывает практика, в срок сдать городским службам не удалось ни один объект, так что жителям Суворовского района в очередной раз стоит пересмотреть свои привычные маршруты. Реконструкция может затянуться. Ремонт трассы Одессы-Рея не закончат уже в этом году. Об этом заявил глава облгосадминистрации Максим Степанов. Напомню, о начале работ на объездной дороге объявили еще в октябре 2015 года. По факту ремонтировать начали только в марте 2016, но финиш постоянно откладывался. 25 километров дороги сделано полностью, 90 километров дороги сделан асфальт в нижнем слое, это 139 километров. Остальная дорога делается в различной стадии, то есть укрепление этой основы происходит, еще что-то. Но все эти 139 километров, о которых мы говорили, в этом году будут сделаны. На территории селекционного института уже вовсю ведется строительство 26-секционного жилого комплекса. Депутаты и общественники утверждают, земля государственная и строить здесь запрещено. Говорят, застройщик получил добро путями махинаций. Без какого-либо землеотвода, без разработки и утверждения детального плана территории, без соблюдения выданным подрядчику условий и ограничений на данный момент происходит строительство. В районе 180 тысяч квадратных метров, то бишь земли селекционного института в какой-то момент полностью будут переквалифицированы в жилые. Вместе с депутатами и общественниками пришли инспекторы областного ГАСКа. Им юрист компании-застройщика заявил, якобы все законно. Идет реконструкция нескольких складов, идет реконструкция места по обработке зерна, идет реконструкция инженерных сетей и в том числе и жилья для сотрудников селекционного института. У юриста при себе не оказалось никаких документов, не удостоверяющих причастность к компанию-застройщика, не разрешающих строительство. Между сторонами началась совместная перепалка. Покажите, докажите. У меня с собой нету доверенности, потому что нормальные сотрудники. Ну тогда мы не имеем даже желания с вами общаться, потому что вы на сегодняшний день не представляете ни интереса института, ни интереса подрядчика. Чтобы разобраться в ситуации, пошли к директору селекционного института. Его на месте не оказалось. Люди, которые находились без доверенности, они, собственно, не представляли интереса застройщика. Собственно, как и дирекция селекционного института, не изъявила никакого желания пообщаться с нами и с представителями областного ГАСКО на предмет того, чтобы предоставить документы, говорящие о законности того, что здесь происходит. По словам проверяющих, накануне им звонили люди от лица застройщика и угрожали. После того, как мы подняли с коллегами этот вопрос, поступает ряд угроз, в том числе и от официальных органов. То бишь это правоохранительные органы, прокуратура, СБУ угрожает сфабриковать против меня и моих товарищей уголовное дело, если мы не забудем о том, что есть подрядная организация, которая в сговоре, я так понимаю, с руководством высших учебных заведений. Депутаты пообещали, по факту строительства на государственной территории проведут более тщательную проверку. Уже с представителями правоохранительных органов. В случае, если она окажется законной, готовы публично извиниться перед застройщиком. Назар Бурхан, Виталий Кононов, 7 канал. Столичные зоозащитники вышли пикетировать Киевскую прокуратуру. Требуют открыть уголовное дело против главного докхантера страны Алексея Светогора. Он уже отравил сотни бездомных собак Киева, Измаила, Одессы и других городов. А сейчас открыто собирает деньги на яд в интернете. Как реагируют в прокуратуре, смотрите далее в сюжете. Защитники животных вышли на митинг возле прокуратуры. Требуют, чтобы известного докхантера судили. На счету Алексея Светогора жизни более тысячи бездомных собак. В один день киевский адвокат решил стать санитаром. В интернете даже организовал сбор денег на травлю четвероногих. При этом регулярно выкладывает фотографии в обнимку с животными. Принимается пожертвование на лечение собак от туберкулеза из-за неазидом. После из-за неазида, отвечая ни одна собака, не болеет туберкулезом и вообще ничем. В том, что делал докхантера, ничего жестокого нет. То есть это то же самое, как покормил. Ну, бросил там, как кусок коститами, я не знаю, кусок бутерброда. Тут жестокости нет. А жестокость – это именно в нагнетании глупой обстановки, в создании глупых стереотипов, в диких воплях о том, что ай-яй-яй, собачка мучается. То есть покормили, ну, пошли дальше. За два часа у собаки наступает здоровый крепкий сон, из которого она не выходит. Иногда Алексей просто отстреливает собак, говорят зоозащитники. Чаще кормит таблетками от туберкулеза. О своих успехах сообщают в социальных сетях. Собаки при этом умирают в сумасшедших муках, в конвульсиях, в пенах, изо рта на протяжении 4-6 часов. Это невозможно, на это невозможно смотреться, невозможно мириться. Он сидит и говорит, что это хорошо, вот у меня есть моя страница, заходите. Там написано, где покупать препараты, в какой дозировке давать и как травить собак. По рецепту Светогора отравили любимого лабрадора Оксаны. Последователи Догхантера взялись из-за домашних любимцев. Перекидывают отраву за заборы частных домов. Где-то в течение чуть ли не года, может быть чуть-чуть меньше, боролись, чтобы проанализировали все записи, которые Светогор говорит, интервью, которое он давал, письма, которые он писал. И в принципе экспертиза признала, что состав преступления в его действиях есть. Как выяснилось на митинге, прокурор уведомлений о подозрении не подписал. Говорит, не видит состава преступления. Судя по публикациям в соцсетях, столичный Догхантер успел убить собак в Одессе, Измаиле и других городах Украины. Завтра зоозащитники снова встретятся с прокурором и следователем. Надеются, Светогор сядет в тюрьму. Согласно новому закону, за жестокое обращение с животными можно провести за решеткой 8 лет. Ольга Голодова, Олеся Повар, Юрий Юрченко, 7 канал. Ежегодно через отделение анестезиологии и интенсивной терапии проходит более 200 детей у 3 до 7 лет. Основная причина печальной статистики – это плохо спрятанные от детей таблетки и бытовая химия. В случае отравления специалисты советуют сразу же вызывать скорую помощь, а пока медики едут, промывать желудок специальным раствором. Это можно сделать и в домашних условиях. То есть нужно немножко подсоленную воду дать ребенку выпить. То есть где-то чайная ложка соли на литр воды – это будет примерно физиологический раствор. И такую водичку нужно ребенку выпить где-то порядка 20-30 миллилитров на килограмм веса. Также в связи с началом осеннего сезона врачи напомнили и о еще одной опасности. Грибах советуют не рисковать и не собирать их лично, а также не покупать на рынках, только у официальных производителей. Детям давать их и вовсе не рекомендуют. Организм может остро отреагировать даже на съедобные грибы. Разумные роботы уже среди нас. Нет, это не заголовок нового фантастического блокбастера, это украинская реальность. Сотни различных роботов, новейшие технические решения и вполне реальные примеры того, как можно спасти планету. В Одессе прошел фестиваль изобретателей и разработчиков Одесса Mini Maker Faire. Как далеко зашел прогресс, знает моя коллега Мишель Армант. Планету нужно спасать. И нет, пока не от суперразума, а от загрязнения пластиком. Продукт, который придумали в 60-х годах 20 века для того, чтобы сделать жизнь людей проще, сейчас является одной из самых страшных экологических угроз. Изобретатели-энтузиасты из Одессы уверены, пластик не угроза, а драгоценность, и готовы дать материалу вторую жизнь. Для утилизации достаточно простого гаража, где можно выплавлять предметы домашнего обихода. А мечтают изобретатели делать парковую мебель. Но где же взять столько пластика? Сейчас на этапе экспериментов нам Impact Hub Одесса дал много пластика. Мы собираем сами, нам приносят друзья. И в будущем хотим принимать от людей и формировать культуру уважительного отношения к пластику. Чтобы не как к отходам, чтобы воспользовался шампунем и выкинул флакон. А воспользовался, сполоснул и принес нам, чтобы сделать изделие. Одесса Mini Maker Faire проходит в нашем городе уже второй раз. Сама идея таких фестивалей зародилась еще в 2002 году в Соединенных Штатах. И на протяжении 10 лет будоражит изобретениями всю планету. Сейчас на самом деле находимся, наверное, в самом сочном периоде, когда еще рынок недостаточно занят. И есть шанс взять и ворваться на него, и занять какую-то основательную нишу. Идем дальше. Прежде всего, ярмарка – это праздник для всей семьи. Здесь можно все. Главное – относиться бережно. Хотите? Вашего ребенка научат собирать цифровой диктофон-приемник в считанные минуты. Вы можете устроить гонки на экологически чистых автомобилях, управляя ими с помощью приложения на телефоне. Или создать настоящего подвижного и умного робота из конструктора Лего. Материал простой и знакомый каждому ребенку. Позволит развивать фантазию и практические знания по робототехнике. Включить туда программирование какое-то, включить туда элементы робототехники. Мне кажется, шансы велики. Самое главное, чтобы таких событий и курсов было больше, и образования было больше. И возможности для вот этих детей, которые здесь ходят, узнать, что такое возможно вообще. Будущее медленно, но уверенно крадется к нам на шести лапах. Смотрите сами. А посмотреть есть на что. Уже привычные дроны, без которых не обходятся ни одни съемки, продолжают удивлять. Разработчики-энтузиасты придумали сверхскоростные и маневренные аппараты. Такая малютка может разогнаться до 160 км в час и придумана для того, чтобы принимать участие в гонках. А управлять такой крохотулей – занятие непростое. Ведь одно неловкое движение и на такой скорости дрон стоимостью в несколько тысяч долларов разобьется. Навыки управления люди получают годами. И это достаточно сложный уровень, и надо тренироваться не один год. Поэтому это маленькие, быстрые и опасные дроны. Они не для широких людей, а как спортивный инструмент. Совершенно невозможно пройти мимо стенда ребят из компании Pixelated Realites, которые создали сложную графическую программу. Она позволяет увидеть фигуры там, где их нет. И не просто фигуры, а памятники архитектуры, выполненные с уникальной точностью. Главная задача – сохранить культурное наследие и создать платформу для работы реставраторов. У нас есть реставраторы очень много. Чтобы они делали качественную, хорошую реставрацию, которая будет подстоять годами, веками, еще простоит это здание очень долго, без утраты каких-то элементов. Ребята из Мехатроникс Робототехникс уверены – Япония и Китай давно перестали быть лидерами в производстве и создании новых роботов. Сейчас пальму первенства в плане создания промышленных роботов перехватили немцы. Но и украинцам на этой плоскости найдется место. Будущее у украинской робототехники не просто есть, и я на это надеюсь, а я прям на 100% уверен. Просто всему свое время и определенно сейчас вся робототехника, не только в Украине, во всем мире находится только на взлете. Захватят ли нас умные роботы, как в полюбившейся многим фантастике, уже не вопрос, а дело времени. Мишель Эрмант, Евгений Руденко, Седьмой канал. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями Седьмого канала всегда можно на официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, то звоните нам по телефону редакции 726-3226. Завтра с новостями Одессы вас будет знакомить мой коллега Игорь Буренко. Оставайтесь на Седьмом, ведь это наш город и ваш Седьмой канал.